Берега Дорогие друзья, здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители. К сожалению, подходит к концу самый яркий, теплый, любимый мной месяц июль. И сегодня я хочу с ним попрощаться, так как это последнее видео в этом месяце. И поэтому я хочу вам показать тарелочки, которые выпускались еще в Советском Союзе, с изображением цветов, листьев, плодов нашей любимой, горячо любимой русской природы. И начну я, пожалуй, с десертных тарелочек. Итак, сегодня вы увидите в первую очередь тарелочки, выпущенные на заводе Дулева. Сейчас посмотрите, какая замечательная тарелочка. Вы помните, я ее купила на Блашином рынке, кристалл. Вот она с папорником. И этот папорник вырос у меня на участке. Вот наша любимая природа. И художники показывали всю суть русской души, всю суть нашей природы. И сразу напомнила нам лес, лесные чащи и просторы. Так, у нас Дулева, 1963 год. Вот еще один из самых наших любимых цветков. Ромашка. Ромашки на Конаковской тарелочке. Зик. Значок где-то 70-е годы. Посмотрите. Очарование. У многих из нас были такие тарелочки, есть или были, или похожие. Во всяком случае, Зик это в каждом нашем доме. В каждом доме. Такие непритязательные, но такие милые. Стоит повнимательнее приглядеться к краю, волнистому краю тарелочки. Для того, чтобы создать больше эффекта, больше впечатления, художник сделал его рельефным, как бы подчеркнул волнистый край. Ну, своими минимальными средствами он хотел достигнуть наибольшего эффекта. Ему это удалось. Вообще, такой волнистый край очень любили на этом заводе делать, на разных тарелочках. И вы еще видите тарелочки с таким краем. И это, да, при минимальных, незначительных средствах, это уже все равно делает ее более нарядным. Художник выбрал для изображения и монохромный цвет. Здесь очень эффектно смотрится темно-зеленое, такой болотный, на белом фоне. Венок из ромашек по краю тарелочки и букетики в середине придает какой-то изысканности этой тарелочке. Такой простой на вид, но такой очаровательный. А вот клеймо здесь какое. Первый сорт. Этот прелестный, милый букет из полевых цветов я собрала в лесу. И точно такой же букетик из клевера, колокольчиков, ну, из таких же полевых цветов вы видите и на тарелочке. На тарелочке, опять же, мы видим волнистый край, подчеркнутый рельефом. Но здесь еще дополнительно проходит золотая полоса. В те времена была чуткая установка. Никаких излишеств. Должно быть все более просто. Но в то же время очень дешево для того, чтобы это было доступно больше части населения. И, несмотря все же на это, художники пытались, особенно вот на этом заводе, пытались при минимальных средствах сделать что-то такое изящное, красивое, неповторимое. И, ну, конечно, этот полевой букетик – это деколь. Ну и, как видите, им это удавалось. Здесь очень изящная и милая тарелочка. А клеймо здесь выполнено в тесте. Ну, это ЗИК, как вы видите, 77-й год. И еще одна тарелочка перед вами, такая же милейшая и с таким же лесным каким-то рисунком. Это фиалочки лесные. Точно такой же край волнистый, подчеркнутый рельефом, но уже без золотой каемочки. Эта тарелочка жила очень давно в нашей семье. Поэтому я ее как-то вот особенно люблю, потому что я помню ее с детства. И вот для меня она наиболее этим и ценна. Такая вот летняя сказка. Это, конечно, деколь. Очень красивый лесной рисунок. Замечательный. И вот еще одна покупка. Ходила в лес и вот собрала для вас земляничку. И еще я приобрела вот такие вот тарелочки замечательные. Золотой каймой по краю, широкой плосой. И такие голубенькие цветочки. Это у нас Дулёва. 89-й год. Ну вот это все в нашу тематику. Вот такая вот красота. Ах, лето. Фантазии на тему. Соломенная шляпка. Из настоящей соломки. И бант. Лето. Дача. Июль. А мы продолжаем с вами разговор о тарелочках, выпущенных в советский период. И теперь мы плавно переходим от десертных тарелок к более большим, в которых мы привыкли есть первое, второе. Эти тарелки выпущены на заводе Конакова. И у них, обратите внимание, точно такой же рельеф и точно такой же плавный край, волнистый. Вот еще одна прекрасная тарелочка. Тоже Конакова, зиковская. Ну вот с такими цветочками голубыми. Ну совершенно лесная тарелочка, да? Мы с вами уже любовались земляничкой, а теперь будем любоваться клубникой. Ну а наш пирог, который всем очень понравился, ягодный, вот я его подавала как раз на этой тарелочке. Здесь как раз изображены разные ягодки. И это тоже зик. И обратите внимание, какой ее здесь по краю проходит волнистый край. Здесь именно поэтому я и подала для гостей торт на этом чудесной тарелочке, на этом блюде. Мы пьем чай вот с таким вот пирогом. Летом ягоды, ягоды, летом уже... Если такой значок использовался между 1962 годом и 1974, то на следующей тарелке ставилось между 1952 и 1959 годом. Но здесь, как вы видите, 1958 год. Полная тарелка клубники. И здесь на картинке тоже клубника. Да. Это Добружский фарфоровый завод. И ромашки, как живые. И клубнички. Летнего настроения, мои дорогие. Летнего, вкусного, сладкого, душистого. Это, мои дорогие друзья. Я заканчиваю свой обзор. Обнимаю вас всех. Целую. До новой встречи. Прекрасного дня и чудесных летних дней. А на том берегу Не забудки цветут А на том берегу Звезд весенний салют А на том берегу Мой костер не погас А на том берегу Было бы все в первый раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...